Дальше говорит шейх, Мы также веруем, братья, что Кур'ан это речь Аллаху. Кур'ан ни в коем случае не создан. Ни в коем случае, братья, не является Кур'ан созданием. Это речь Аллаху, которая Аллаху говорил как есть. То есть говорил, действительно говорил, значит. И мы все знаем, что значит слово говорил. Значит, у него был звук, у него есть буквы и так далее и тому подобное. Хорошо? И поэтому, братья, то есть появилась такая секта Муатазилиты, которые говорили, что Кур'ан созданный. Хорошо? И так же Аш'ариты, хоть они говорят, что в основе точно нет, мы признаем речь и так далее. Когда мы начинаем изучать их убеждения, они так же возвращаются к тому, что Кур'ан созданный. Хорошо? И они говорят то, что речь даже Аллаху, это не речь, это его мысли, которые были когда-то. И потом Джибриль взял и начал от себя их говорить и так далее. И тому подобное. Все это, братья, ересь. Аллаху, Субхану, Тааля, сказал, Если кто-то из многобожников попросит у тебя помощь, приют, то приюти его, ведь мы и, быть может, он услышит речь Аллаха. Сам Аллах, Субхану, назвал свои слова речью. Хорошо? И если мы скажем, что это не речь Аллаха, а речь Джибриля и так далее и тому подобное, то, братья, становятся кафиром любой, кто скажет, Ла Иляха Иля Аллаху, и Ла Иляха Иля Анафа Абудни. Хорошо? Как Аллах, Субхану, Тааля, говорит в Кур'ане, нет никого достойного поклонения, кроме меня, если это не слова Аллаха, значит, это твои слова, когда ты читаешь так же, или же слова Джибриля. Так поклоняйся же мне и выставив молитву, поминай меня. Можно такое говорить или нельзя? Ни в коем случае. Это слова Аллаха, Субхану, Субхану, Тааля, хорошо? Поэтому, братья, слова Аллаха, которые ты читаешь, которые ты слышишь в магнитофоне, которые, братья, в Кур'ане и так далее, все это слова Аллаха, Субхану, не созданы. Единственное, что создано, это что? Это сама бумага и чернила, которыми написано. Все остальное мы ни в коем случае не говорим, что это создано. Даже более того, кто-то, кто говорит, что произнесение мое Кур'ана, мое произношение создано, этот человек муптадья. Говорит имам Ахмад Братаков в усули сунна, говорит, что этот человек такой же джахмид, который подобен тому, кто сказал, что Кур'ан создан. Почему? Потому что это один из двух. Либо же он подразумевает то, что вышло из его рта, то есть его голос и так далее, и это нет сомнений, что это создано, но так никто из сарафов не говорил. Или же он подразумевает то, что он по факту произнес, то есть то значение, которое он произнес, это создано хорошо. И он один из двух. Либо он первый, который непонятно, зачем это делает хорошо, то есть желая фитны, или же он второй. И поэтому имам Ахмад, как говорит, закрыл эту дверь и сказал, что и тот, и тот джагмит. И ни в коем случае нельзя такое говорить. Поэтому, братья, речь Аллаху Субхан Талли создана. Почему мы, братья, так сильно цепляемся за этот вопрос? Потому что, братья, если кто-то описан созданным атрибутом, и это из его качеств оно создано, это указано на то, что он весь создан. Поэтому, если Аллаху Субхан Талли, его речь создана, значит, что он и сам создание. Хорошо? И Аллаху Субхан Талли сказал, Аллаху Субхан Талли не родил и не был сам рожден. Аллаху Субхан Талли никто не создавал. Он создатель. Хорошо. Дальше говорит Мы, братья, считаем, что является обязательным взаимно помогать друг другу с любым мусульманом в поддержке истины. В поддержке истины, братья, мы берем, как говорится, рядом с собой в один ряд любого мусульмана. Хорошо? Даже если у нас с ним какие-то разногласия, именно для поддержки чего? Истины. То есть здесь нет, братья, довода на правила, как говорится, золотое правило, как называет эта секта Ихван-мусульмин, которые говорят, что Мы давайте объединимся над том, на чем мы едины, и простим друг другу то, в чем мы разногласим. Как бы звучит очень красиво так же. И вы, в Аллахе, клянусь Аллахом, никогда не найдете секту в исламе, которая бы как-то говорила сразу, мы сектанты. Хорошо? То есть уходи от нас. Нет. Они все, братья, красивые слова говорят. Хорошо? Даже мурджиты, братья, описывая свои убеждения, очень красивые слова говорят. То, что мы говорим, что то есть дела и так далее, оно все не нужно, хорошо. То, что человек после ля и ля и ля не может стать кафиром. Почему? Потому что подобно тому, как кафиру не поможет его поклонение, после того, как он стал исламом, ему не навредит его грехи. Они вот так говорят. Фраза красивая. Так же, действительно, кафиру не поможет, сколько бы он не поклонялся, все кафир пойдет, хадж сделает. Поможет ему это или нет? Не поможет, пока он ля и ля и ля не скажет, что он не зайдет в эту религию. Хорошо? Пока он не будет убежден, что Аллах, субхан ай-ля, единственный достойный для поклонения, что Мухаммад, алей и саля, сам раб его посланникам. То есть до тех пор никакое поклонение у него принято не будет, ни садака и так далее, и так далее, не будет у него принято. И поэтому, говорит, как вы можете сказать, что тот, кто уже по факту принял ислам, что его грехи ему навредят? Каким образом? Так же? Красиво так. Так же сказать? Ну, это, братья, слова, субхан ай-ля, как говорится, в простонародье называется бредни сивой кобылы. Хорошо? Аллаху муслан. То же самое, братья, вот это правило. Ихван уль-муслимин. Они, братья, не хотят то, что мы понимаем из этих слов. Хорошо? Они хотят что? Что тот, кто, братья, порочит Абу-Бакра и Умара, то есть оскорбляет мать правоверных Аишу, радаиллаху ану, нет проблем. Ну, это его мнение. Ну, зачем друг друга порицать? Хорошо. Наша цель что? Хиляфа исламе. Мы должны халифат взять. Мы должны, то есть, чтобы мусульман мы правили и так далее и тому подобное. И нет проблем. Если этот говорит, что Аллах, субхан ай-ля, нет у него ни качеств, ни атрибутов и так далее, то есть ни имен, никаких проблем нет. У Аллахи есть. Огромная проблема есть. Ни в коем случае такого человека я рядом с собой не поставлю. Почему? Потому что Аллаху айм, ты обернешься к нему спиной и уже обратно не сможешь к нему повернуться. Хорошо? Потому что будешь лежать в Аллаху анустану. Томан. Поэтому, братья, в истине мы, братья, помогаем любому мусульману. Если, то есть, наша цель является истинной. Это придерживаться сунны, это, братья, придерживаться, идти на Божие хорошо и так далее и тому подобное. Или же также ученые что туда заводят? Заводят такие вопросы, как, например, помогать, братья, даже пусть ашаритам, местности, где нету мечети. Ашариты, например, хотят построить мечеть. Будем им помогать или не будем? Будем, потому что мечеть нужна и нам, и им хорошо. Потому что мы должны молиться где-то. То есть, мусульманам нужна. Или же, например, они говорят, давайте перед праздничной молитвой, например, мы хотим на какой-то местности помолиться, и там грязно. Давайте помогите нам. Мы в таком случае не говорим, ауду беля, вы грязные, муптадзиа. Нет. Мы говорим, хорошо, мы вам поможем. Почему? Потому что мы помогаем нашему. То есть, им помогаем или же помогаем истине. Мы не помогаем их призыву, хорошо? только если то есть опять же то есть это мы говорим вас если там есть какие-то то есть они специально показывают так что вот смотрите как много заходите в нашу секту и так далее там подобное где-то там полплакаты расклеили вас зовут помочь нет тогда это уже другой вопрос этот вопрос уже возвращается ученым именно конкретной ситуации но я говорю именно про общее общие ситуации то есть если даже какие-то заблудшие люди говорят я помочь в том что является пользой для блага благом для всех мусульман что является само по себе истине нету в этом призыва к его то есть именно нововведению и так далее то в этом братья никаких проблем нету помогать даже если это или эти люди то есть как говорится сошлись с прямого пути и мы братья говорит дальше ему и в шейф мухбиль что мы братья непричастны братья проявляем свою непричастность перед аллахом субхан талли от любого призыва джагилии любой призыв джагилии мы там такие такой-то народ нам не нужны вот эти у нас свой ислам никакого своего ислама нету исламом только один хорошо или же когда люди говорят то что мы такому поможем почему что он из нашего народа и так далее и тому подобное это все братья призыв джагилии или же человек какой-нибудь пусть будет русский китаец и так далее принял ислам и ты начинаешь высмеивать его лайк а уж и все как только он принял сам никакой разницы между тобой и ним нету для нас и этот и этот будет одинаковый хорошо подобно тому как мы помогаем одному будем помогать другому потому что наша то есть любовь наше братство она строится на исламе и братья исламское братство в аллахе выше чем родной сегодня братья я всегда это говорю братьям на таких уроках хорошо может быть большинство из вас я вас не знал например минут 40 30 50 и так далее я вас никого не может знать не знал имя имен даже не знал хорошо вы меня также не знали первой жизни видите и так далее и тому подобное но братья по милости аллаху ханта ли мы не дали не давно не это не так давно знакомы с кем-то может даже не разговаривали но уже чувствуется любовь братская любовь друг другу то есть и ты уже если что-то нужно будет мне что-то нужно будет тебе и так далее и тому подобное поможешь друг другу также поможешь и ты то есть даже не будешь задумываться быть то есть это будет нормы хорошо это абсолютно у тебя в какая проблема была от была такая ситуация брат один братья был в консульстве здесь в российском консульстве в джидде и он когда брать пришел по своим делам загранпаспорт так далее что-то делать обновлять и когда он стоял он рассказывает то что пришли люди два брата и женщина с ними то и видно что женщина слезах и так далее взрослая на гид они с моего народа то есть мы с россии с одного места то есть явно видно что на умру приехали один студент и другой с этой женщины приехал и и у куэта махром и тогда сын можете лишь там племянник и тогда еще кто-то хорошо и она плачет видимо у нее сумку своровали то есть где паспорт и так далее здесь по закону российскому ты должен что-то если ты хочешь получить вот этот документ чтобы вернуться обратно в россию хорошо должны быть два свидетеля за гран паспортами которые свидетельствуют и берут на себя уголовную отвесы что если ты оболгал, если неправда, ты не знаешь этого человека, для тебя будет тюрьма сразу. Хорошо? И ты пишешь заявление, что я такое-то свидетельствую, что у такой-то, такой-то, или же у такого-то, такого-то, есть российское гражданство, что это действительно тот самый человек. Отлалим, кто это будет? Может, ему нужно в Россию по каким-то целям попасть и так далее, ты свидетельствуешь. И у одного из них не было загранпаспорта. Он говорит, я не ношу с собой, я здесь живу, как бы, и так далее. А этот парень пришел, что делать? Меняет свой загранпаспорт, брат наш, хорошо? И он говорит, я буду свидетельствовать за нее. И в первую жизнь только сейчас они зашли, говорит, увидел, как ты можешь свидетельствовать. Он говорит, они с моего села, короче, и так далее, я помогу и так далее. И в итоге этот брат несколько часов с ними сидел, пока не закончил все их дела, записал полностью на свое имя и так далее, и они уехали. И консул, брат и брат, рассказывает, у него, говорит, взгляде видно было, что он знает, что братья никогда такого не... А это братья братство в исламе называют. То есть он в шоке был. Как такое? То есть ты их... Только они зашли, ты их пять минут назад знаешь, тебе, может, свои дела и так далее, ты с ними несколько часов сидишь, самый последний и так далее и тому подобное. Все заполнил, все им помог и так далее и тому подобное. И только потом ушел Субхан. И это, братья, вот это братство в исламе. Вот это, братья, ислам. И поэтому любые братья, призывы, джагилии и так далее, некоторые говорят, братья, особенно молодежь, особенно кавказская молодежь, это чаще всего, я не знаю, может, у вас такое тоже есть. Говорят, что сейчас, когда все начали изучать религию, нету такого братства, которое у нас было тогда-то, тогда-то. А мы спросим у этих людей, братья, у тебя братство было на религии или же у тебя братство было из-за того, что ты там кавказец, или что ты там какой-то определенной национальности и так далее. Какое из этого было? То есть я, братья, как говорится, из тех, кто не понаслышке это знает. Оно каким образом бывало? Когда живут диаспоры где-то, то есть в России, например, или же в местах, где нету твоего народа, ты не у себя дома, всегда бывает вот так сплоченность. Это не называется братством, это сплоченность. И поэтому, если у тебя, как говорится, что-то случилось, какие-то проблемы, или, как они говорят, рамсы у тебя какие-то с кем-то и так далее, это все джагилийские понятия. Тогда приходят все там с ножами, с пистолетами, с кастетами, они тебя там, да мы их порвем. Что они сказали? Это братство в исламе, субхан. Они же хотят этого, когда говорят, что нет такого братства. И поэтому я, братья, одному из таких братьев сказал, я тебе объясню, как это бывает. И мы все это знаем, братья. Те вот эти братья, братства, как они говорят, которые приходят тебе на подмогу в этот момент, один из них, извините за выражение, вслез с Машки, с Наташки и пошел к тебе, хорошо, даже не успев искупаться, хорошо. То есть он совершал свой грех. Другой пьяный, быстренько по дороге протрезвел. Еще один, может быть, у него там еще, если его кровь посмотреть, еще разные наркотики увидишь, хорошо. Другой с сигаретой в зубах, этот вообще в Бога не верит и так далее. Но все мы с одного места, и мы поэтому порвем там таких-то. Это братство в исламе, субхан. Ты готов свою жизнь доверить этим людям? То есть ему сейчас просто то, что, как говорится, вот это аркия, говорят, твоя вот это кровная, то есть у тебя берет, твое, это же наше и так далее. Это братья, джагилия, субхан. Это было у араба во времена пророка, алей саляту, алей саляту. Что касается нашей религии, братья, вот как я вам пример привел, и таких примеров сотни тысячи, хорошо. Что такое братство в исламе? Братство в исламе, братья, посмотрите на сподвижников. Валлахи, были готовы все до последнего отдать, лишь бы у твоего брата, субхан. Как рассказывается, что на джигаде, когда одному из них давали воду, когда они все, братья, ранены, он говорил, дай такому-то, я еще могу. И вот так вот, субхан. Человек ходил, ходил, и каждый говорил, дай такому-то, дай такому-то, пока не возвращался к первому и нашел его мертвым. Следующий мертвый, следующий мертвый. И все они умерли, почему, как Аллах, сказал, они ставят своих братьев выше себя, даже если сами чувствуют в этом нужду. И как такое часто бывает, субхан, когда у тебя есть что-то, пусть тебе это нужно, деньги и так далее, но ты знаешь, что твой брат нуждается в этом больше. Сколько раз такое бывало, что братья отдавали это ему, почему? Ему это больше нужно, хорошо. И это все, братья, вот это братство в исламе. Поэтому, братья, прелесть этой религии. Валлахи, валлахи, братья. Ничего нам, братья, больше, то есть и самая великая милость, которая нам с вами дана, это ислам, братья. Поэтому за нее, как говорится, коренными зубами нужно держаться. Или же Аллах спадает, как дал, так и заберет ее. У нас, валлаху и муста.